Добрый вечер. В эфире новости из Венгрии на телеканале М1. В студии Анастасия Керакеш. Коротко о главных событиях дня. В четверг утром после нападения российских войск на Украину прошло заседание оперативного штаба по национальной безопасности во главе с премьер-министром. После заседания Виктор Орбан отметил, что Венгрия должна остаться в стороне от этого конфликта, поскольку самое главное – это безопасность ее граждан. Он подчеркнул, что не может быть и речи о том, чтобы Венгрия посылала солдат или военную технику в Украину. Он, однако, подчеркнул, что мы готовы оказать гуманитарную помощь. Посольство Венгрии в Киеве работает в полном составе. И в течение дня более 50 венгерских граждан пришли, чтобы согласовать свои планы с сотрудниками представительства, заявил министр иностранных дел. Петасияту подчеркнул, что основная инфраструктура посольства работает, и его сотрудники смогут выполнить свои задачи и оказать помощь всем венгерским гражданам, попавшим в беду. Венгерская армия должна быть готова гарантировать безопасность граждан страны, заявил командующий в городе Хайдухатхаз, вблизи венгерско-украинской границы. Ромулус Русинсенди заявил, что венгерская армия организовала передислокацию своих сил на восток с двойной целью. С одной стороны, при необходимости поддержать оказание гуманитарной помощи, а с другой стороны, защитить границы в том случае, если ее нарушат вооруженные группировки. Наблюдатели бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЯ начнут свою работу в связи с парламентскими выборами и референдумом, которые состоятся 3 апреля в Венгрии. Заявила руководитель миссии в Будапеште Джилиан Стерк сообщила, что группа наблюдателей прибыла в Венгрию по приглашению Министерства иностранных дел. Она добавила, основная группа состоит из 14 международных экспертов и к ней 5 марта присоединится еще 18 долгосрочных наблюдателей. По согласованию правительства и оперативного штаба, дни акции вакцинации будут организованы и в марте. В четверг, пятницу и субботу по-прежнему можно будет привиться без предварительной регистрации. Поскольку в эти дни приходит больше людей, чем в обычной, правительство решило продолжить акцию. И это все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Всего доброго и спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok